То, что я буду очень богатым, я знал, кажется, с самого раннего детства. Просто знал. Вот и всё. При том, что я почти что ровесник Великой Депрессии. Родился в 30-м в Амахе, штат Небраска. Отец-трейдер на бирже очень успешный. От него-то, наверное, я унаследовал любовь к цифрам. Любые числа запоминал на лету. В три года всех поражал тем, что мог без ошибки назвать количество населения. Во всех больших городах США. А у деда был магазин небольшой. Мне было шесть, когда в дедовом магазине я купил на свои кровные карманные деньги шесть бутылок колы по 25 центов за штуку. Но не беспокойтесь, не выпил и не разбил, а дотащил этот немалый для меня шестилетнего груз до дома, где с легкостью продал все шесть бутылок по цене в 50 центов за штуку. Кому продал? Маме, папе и прочим домашним. Провернув эту страшно удачную сделку, я получил в свои детские руки колоссальную сумму. Целых три доллара. Но главным было даже не это, а чувство. Новое. Ни с чем не сравнимое. Солнечно-звонкое чувство. Успеха. Абсолютно бесценное. Ммм, да. В 11 лет я получил 5 долларов на продаже первых трех моих акций. И тоже, в общем-то, радовался. Ведь купил я их по 38 баксов за каждую. И вдруг они упали до 27, а потом взлетели до 40. Тут я, естественно, решил от них избавиться и зафиксировал прибыль. Через пару дней. Кошмар. Увидел, что их цена пробила 200 долларов. Ах, если б я их не продал. Что я почувствовал в этот момент, не передать. Скажу лишь, что чувство крайне паскудное, но и крайне полезное. Тогда-то я и поклялся, что никогда-никогда впредь не буду торопиться с решениями, если дело касается денег. Так вот, до сих пор между этих двух чувств выживу, как между солнцем и тьмой. Кстати, теперь я не только не тороплюсь продавать акции, я их не продаю вообще. Ведь акции-то у меня не просто лучших, а выдающихся компаний. И значит, могут только дорожать. Да, колебания, конечно же, бывают, но если ты не сохранишь полного спокойствия, когда курс принадлежащих тебе акций падает на 50%, на бирже тебе делать нечего. По крайней мере, так утверждает один из фирменных моих афоризмов. Я, кстати, считаюсь одним из главных финансовых гуру планеты. Меня зовут лучшим инвестором в мире. Не так уж и давно я был одним из самых богатых людей на Земле. Пока не отдал две трети состояния на благотворительность. Согласитесь, чтобы сделать такое, помимо точного расчета, необходима еще и некоторая широта чувств. И еще меня все время спрашивают, а меняет ли богатство человека? Я отвечаю, не меняет, а лишь подчеркивает истинную его сущность. Вот среди моих знакомых миллиардеров есть такие, которые пока не разбогатели, были ничтожествами полными. Теперь они точно такие же ничтожества, только с миллиардом баксов. Уоррен Баффет. Один из самых крупных и известных инвесторов в мире.